Слюнные железы Большие слюнные железы в визуализациях не представляют никакой сложности для исследователя, поскольку они достаточно крупные. Они располагаются в толще жировой клетчатки, которая очень контрастна и позволяет хорошо визуализировать сам орган. И подъязычные слюнные железы находятся на фоне низкоинтенсивной мышечной ткани дна полости рта и также хорошо визуализируются. Также у крупных слюнных желез можно визуализировать выводные протоки, как у поднижнечелюстных, так и подъязычных слюнных желез. Иногда удается проследить выводной проток колоушной слюной железы, который проходит в толще ткани щеки. Малые слюнные железы здесь все намного сложнее. Во-первых, в связи с их очень маленькими размерами визуализировать их не удается, если они не увеличены. И добавок, они локализуются на фоне гипоинтенсивных тканей. Это мышцы языка, это мышцы щечные, либо круговая мышца рта рядом находится и также в структуре неба. Поэтому, если они не увеличены, визуализировать мы их в нормальном состоянии не можем. Несколько примеров неопухолевых поражений слюнных желез для дифференциальной диагностики. Болезнь Шегрена – это аутоиммунное заболевание. При нем выявляется биолатеральное увеличение размера слюнных желез, которое может имитировать опухолевый процесс. При этом в структуре желез возникают множественные мелкие кисты с тенденцией к слиянию, которые дают такую характерную картину по типу перец с солью. Для сравнения представлены данные неизмененных слюнных желез, которые имеют гомогенную структуру. И аналогичный характер изменений выявляется в подъязычных слюнных железах. Для сравнения, на Т1-зешных изображениях нормальная железа имеет низкую интенсивность морсигнала. У пациента поражены таким образом и околоушные, и подъязычные слюнные железы. Они увеличены в размерах. И есть такая особенность – аплазированные под нижнечелюстные слюнные железы. Если бы они были, мы бы увидели аналогичную картину. Сиала-литиаз тоже нередко имитирует опухолевые процессы, поскольку конкременты птурируют выводные протоки слюной железы. Нарушение оттока слюны приводит к увеличению размеров слюной железы, болезненности, возникновению отека и сиала-адениту. Мы видим увеличенную слюную железу слева. МР-сигнал от ее стромбы значительно повышен на Т2-зешных изображениях за счет отека. Для примера, контралатеральная железа намного ниже МР-сигнал от нее. И выявляется древовидное расширение обтурированных протоков интергалонтулярных. И, собственно, визуализируется сам гипоинтенсивный конкремент, находящийся в верхних отделах выводных протоков. Ранула. Это ретенционная киста. Иногда тоже может имитировать опухоль при высовывании языка. Она выглядит, как некие подслизистое расположенное объемное образование. Это ретенционная киста, либо подъязычная, либо под нижнечелюстной железы, возникшая в результате травмы или обтурации протоков. Кистозное образование с сирозным, иногда муцинозным содержимым, локализующиеся между мышцами дна полости рта. Опухоли слюнных желез. Мы видим, что очень многообразно в плане гистологического типа, но по МРТ, конечно, гистотип предположить нам не под силу. Хотя есть несколько особенностей, которые свойственны ряду опухолей. Опухоли слюнных желез для исследователя, большое счастье, что 88% все-таки локализуются в больших слюнных железах, потому что это не представляет сложности для диагностики. Но остается 12% приходящихся на малые слюнные железы, когда уже возникают сложности в связи с их локализацией и малыми размерами опухолей. Посмотрите, какое интересное деление по доброкачественным и злокачественным процессам. В околоушных слюнных железах 80% это доброкачественные изменения, лишь 20% приходится на злокачественные. Поднижнечелюстные слюнные железы 50 на 50. И подъязычные и малые слюнные железы, здесь очень характерны именно мальганизированные злокачественные процессы, и лишь 20% приходится на доброкачественные, что, конечно, стоит учитывать при исследовании. Плеаморфная аденома, условно доброкачественная опухоль, сейчас поясню почему. Самая часто встречающаяся опухоль, 70-80% случаев, чаще всего встречается в околоушных слюнных железах, именно в поверхностной ее части, реже в поднижнечелюстных, малых слюнных и подъязычных. Поскольку эта опухоль подлежит хирургическому лечению, то очень важно, что 50% это частота рецидивов, возникающих после хирургического лечения. Ималигнизация по ряду авторов наступает от 5 до 15% случаев, что также очень важно и следует это учитывать. Классический пример плеаморфной аденомы, классическая локализация, нижний полюс поверхностной части оклоушной слюной железы, четко очерченное образование, характеризующееся высоким МР-сигналом на Т2 взвешенных изображениях, низким на Т1 взвешенных изображениях. Плеаморфная аденома, ее особенность, она до последнего будет имитировать кисту, сиалоцели, до тех пор, пока мы не воспользуемся внутривенным контрастированием. И при контрастировании, посмотрите, насколько активно, агрессивно она захватывает контрастный препарат. Накопление контрастного препарата чаще всего неоднородное, с наличием многочисленных гипоинтенсивных включений. В таком случае, конечно, диагноз не представляет сомнений, поэтому при любой такой находке в структуре слюных желез требуется внутривенное контрастирование. Более редкая локализация. Плеаморфная аденома, располагающаяся в поднижно-челюстной слюной железе, тем не менее, она сохраняет все те же самые сигнальные характеристики. Высокий эморсигнал на Т2 взвешенных изображениях, низкий на Т1. И в контрастную фазу, активное накопление контрастного препарата, опухоль фактически сливается с хорошо законтрастированной стромой поднижно-челюстной слюной железы. Плеаморфная аденома малых слюных желез. Как раз вот локализация в мягких тканях губы и на границе мягкого и твердого неба. Из-за того, что размеры очень малы, очень часто на нативных изображениях такие опухоли визуализировать очень сложно. Но при введении контрастного препарата, с учетом этой особенности активного накопления контраста, опухоль становится хорошо видна, четко очерченное образование, без какой-либо реакции окружающих мягких тканей. Диагноз также не вызывает сомнений. Рецидивы плеаморфной аденомы. Очень важный вопрос, поскольку рецидивировать она очень своеобразно, это тоже нужно учитывать. Чаще всего на первичную диагностику попадают пациенты с солитарным узлом в находящемся, наиболее излюбленная локализация поверхностной части оклоушной слюной железы. И далее после хирургического лечения происходит рецидив, он очень характерный и напоминает шарики ртути. Если первый узел был один, достаточно крупный, повторно потом возникает рецидив. Это множественные мелкие узелки, которые располагаются по ходу, по контуру ложа удаленной крупной опухоли. То есть происходит некое такое дробление. Сигнальные характеристики, они сохраняют те же самые, что и свойственные первичные опухоли. Повторные рецидивы бывают 2, 3, 4 рецидивы и так далее. Здесь уже диссеминация более значительная, и опухоль выходит за пределы одной локализации оклоушной зоны. И мы видим также узелки в жировой клетчатке боковой поверхности шеи. То есть уже значительное увеличение количества вот этих очагов. Очень важно их найти все, их все перечислить, дабы избежать последующих рецидивов. Опухоль ортина, аденолимфома, вторая по частоте встречаемость опухоли. Есть несколько характерных особенностей, но, во-первых, она чаще всего встречается все-таки у курящих. Характерны мулецентричность и билатеральное поражение. Свойство рецидивирования не очень такое высокое, всего 12% по сравнению с пиаморфной аденомой. И мальганизация крайне редка, менее 1% случаев. Классический пример опухоли ортина. Это множественные кистозно-солидные узлы с преимущественным, конечно, солидным компонентом. Располагающиеся билатерально, здесь субтотальное поражение. И в контрастную фазу активно накапливающий контрастный препарат. Гемангиома, несмотря на редкую частоту встречаемости, очень хорошо узнается исследователями. В связи со своим таким характерным видом. Она имеет такую губчатую, мелкоечествую, крупноечествую структуру. И имеет очень причудливые формы, которые конгруентны прилежащим анатомическим структурам, поскольку это очень эластичная опухоль. При введении контрастного препарата крайне агрессивное накопление контраста. И из-за этого опухоль фактически сливается с окружающей жировой клетчаткой. Как показатель агрессивности, именно мы ориентируемся на жировую клетчатку. И все сравниваем с ней. Каковы же МРК-ритерии малиганизации процесса? Что позволяет насторожиться диагносту и предположить о том, что все-таки процесс недоброкачественный? Ну, как уже говорилось ранее, все-таки подъездочные слюные железы, 80% случаев это злокачественное поражение, поэтому локализация подъязычной слюной железе уже настораживает сама по себе. У данного пациента вдобавок опухоль имеет нечуткие контуры и выявляется ампутация воводного протока под нижней челюстной слюной железы на уровне опухоли с пресс-стенотическим расширением протока как показатель ригидности выявленного образования, что характерно для злокачественных процессов. Большие размеры опухоли. Когда опухоль расположена неповерхностно, она обнаруживается далеко не сразу. У данного пациента плеаморфная аденома локализуется в глоточном отростке околоушной слюной железы, и в итоге она достигла таких крупных размеров, что мешает ему не только дышать, но и глотать, и, конечно, ее уже заметили. Она активно накапливает контрастный препарат. В связи с длительностью роста, конечно, возникает риск мальганизации. И вот такие опухоли представляют определенные сложности, поскольку при пункционной биопсии в предоперационном этапе очень большой риск попасть именно в доброкачественную часть опухоли и дать ошибочные заключения о доброкачественной лице процесса. Хотя в структуре могут встречаться уже фокусы о злокачествлении. Появление нечеткости контура. У данного пациента опухоль существовала длительное время. По своим всяким причинам он оперативно ее не лечил. И при контрольном исследовании так хорошо визуализируемый ранее контур опухоли в медиальных отделах потерялся. И сразу же возникает подозрение на инвазивный рост и, следовательно, мальганизацию процесса. Возникает такой эффект по типу растушеванного угля. Сглаженность контура опухоли. Если опухоль прилежит к капсуле органа, и у нее появляются вот такие острые кончики. То есть появляется заинтересованность капсулой органа. Она уже не принадлежит самой себе. Она пытается завоевывать прилежащие территории. В контрастную фазу активное накопление контрастного препарата для сравнения доброкачественная опухоль она всегда будет иметь округлые контуры. И несмотря на то, что она очень близко прилежит к капсуле, тем не менее вот такого острого кончика у нее не будет. Поэтому это тоже нужно обязательно все прослеживать. Наличие участков центрального некроза. Быстрые темпы роста опухоли. За ним не успевает ангиогенез. Возникает ишемия центральных отделов узла. И вот как раз здесь классический пример, когда крупного размера узел, который на нативных сканах имеет вид достаточно солидный, при внутривенном контрастировании демонстрирует обширную авоскулярную зону в центре с таким неровным рваным контуром, что как раз настораживает и говорит о том, что, скорее всего, это злокачественный процесс. Выход за пределы контура органа. Здесь все понятно. Это инвазивная уже получается опухоль. Здесь опухоль локализуется в нижнем полюсе оклоушной слюной железы. На аксиальных изображениях вроде бы все совпадает с контуром органа, но на сагитальных и фронтальных плоскостях сканирования еще отчетливо видно, что опухоль выходит за контуры. Инвазивный рост. Диссиминация в окружающих мехиксканях, как я уже упоминала, 50% опухоли плеоморфных аденом склонны к рецидивированию. И в результате рецидивирования, чаще всего, конечно, это не первый, не второй, а третий, четвертый уже рецидивы. При вот такой вот выраженной диссиминации возникает злокачествление. И, опять же, та же самая проблема. Не всегда понятно, какой из этих узлов следует пунктировать перед операцией. Некоторые из них могут иметь уже такие вот признаки злокачественности, некоторые еще сохраняют доброкачественный характер. Контактная деструкция костных структур. Здесь, конечно, уже никаких предположений. Когда видим такой агрессивный тип роста, это уже явно злокачественный процесс. Это очень характерно для опухолей первичных, изначально раков слюной железы, не трансформировавшихся из существующей ранее плеоморфной аденомы. Это вот такой вот всегда и будет не четко очерченный инфильтрат. Он не имеет вид узла. Крайне агрессивный тип роста, когда она как нож масло входит во все прилежащие структуры, не огибая ни костные структуры, как в данной ситуации, когда выявляется деструкция и затылочной кости, и врастание опухоли в сосцевидный отросток для сравнения пневматизированной контрлатеральной стороны сосцевидный отросток, и инвазия, получается, прилежащих венозных синусов. Здесь, конечно, выражен деструктивный процесс, сомнений также не представляет. Увеличение размеров лимфоузлов. Какого бы размера ни была первичная опухоль, все равно наличие округлых лимфоузлов, лишенных дифференцировки области ворот и в структуре той же самой железы, интергондулярной, и по ходу каротидного пространства, здесь второго, третьего уровня в жировой клетчатке, заднего треугольника шеи, пятый А уровень, конечно, уже говорят о том, что здесь есть лимфогенное метастазирование, и ни о каком-то прокачественном процессе речи не идет. И следует помнить, что не все, что локализуется в проекции слюных желез, является опухолью слюной железы. Для примера, очень часто ошибаются, когда ставят опухоль, первичную опухоль под нижнечелюстной слюной железы, путая ее с конгломератом секундарно пораженных лимфоузлов, при опухолях не выяснена, например, первичная локализация. При УЗИ есть определенные сложности, при компрессии датчиком, вот этот контур между прилежащей слюной железой и конгломератом, он теряется, но на МРТ мы можем его проследить достаточно отчетливо, поэтому здесь, конечно, сложности не возникает. И стоит помнить, что парофарингеальная область и область мягкие ткани в области основания черепа излюбленная локализацией нейрогенных опухолей. Здесь в проекции, казалось бы, глоточного отростка оклоушной слюной железы выявляются два четко очерченных узловых образования солидного строения, которые не отодвигают крыловидные мышцы, а как бы располагаются между их волокон. Тем не менее, на Т1-звешенных изображениях жировая ткань нам в помощь, хорошо визуализируется прослойка жировая между выявленными узлами и глоточным отростком оклоушной слюной железы. И в контрастную фазу негомогенный, такое вот фокусное накопление контрастного препарата, что, конечно, больше в пользу нейрогенной опухоли, а не опухоли слюной железы. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...